добрый всем вечер и прошлый раз мы пытались говорить о законах процентов но по-моему получилось слишком много не столько сложно сколько слишком много всего надо было сказать разного и получилось такая нагромождение ну не знаю насколько интересно нагромождение разных закон может быть стоит зайти просто с другой стороны и начать самых простых вещей вот когда мы читаем талмуд то там естественно довольно много подробностей о хае йом йом о повседневной жизни вот как люди жили и в времена и естественно будет интересовать экономическая сторона этого вопроса а именно вот вот то что связано с торговлей купли продажей и подобными вещами что мы можем об этом знать что мы вообще об этом знаем и вот если начинать последовательно это рассказывать тем или иным способом то мы начинаем с самой простой вещи что в городах и селах в общем то тоже были такая вещь которая называется шук шук это рынок сегодня мы привыкли лишь рынок базар что-нибудь в этом духе какой-нибудь одно из этих слов и и слово библейское но там это слово употребляется в значении никак не рынок а шук это переулок улица вот это изменение название например хов сегодня улица а в библейские времена это площадь наоборот шук это переулок и собственно это библейское значение слова но уже в период талмуда шук было принято если наряду со старым значением иногда употреблялось старые значения но основное значение слова шук которое было улица просто переулок перешло в значение рынок почему потому что ну любой кто был скажем в старом городе видит что базар это такая на любом рынке и сегодня такая улица да на которой лавки с правой если по этому поводу как-то постепенно в талмуде слова шук перешло на рынок рынки были в больших городах значит собственно говоря и в малых городах и города друг от друга друг от друга отличаются именно наличием рынков и например загруженности рынка например вот село отличается от города тем что в селе есть рынок и в городе есть рынок но в селе например на рынке нет меняла потому что ему там делать нечего него там клиентов а в городе уже есть менял я не буду вот конкретно откуда я что беру я буду только когда какие-то сочные примеры приводить а так в общем где-то вот такое определить то есть как бы ну на самом деле все мы представляем что такое базар сельский базар он короткое время обычно довольно таки бывает а город это уже базар ну блин плюс ко всему скажем город в небольших городах базар они были там два дня в неделю чаще всего скажем рыночный день понедельник и четверг только с поправкой что выходной суббота да понедельник это второй день когда когда говорят шинеи хамишеи коль шинеи хамишеи это каждый базарный день там там большой на самом деле тонкость вот какая это большой базарный день в которой окрестные сельские жители привозили товары в города значит при этом сразу скажем что рынки были тоже неудивительно я еще раз говорю о временах талмуда и в данном случае имея в виду когда говоря временах талмуда от эпохи второго храма чем довольно дальний то есть до новой эры период и до скажем пятисотого грубо пятисотого года новой эры при этом географически это земля израиля это римская империя до период второго храма о котором мы говорим это 70-ый год до новой эры это римская империя до этого длинно рассказывать это эллинистические такое место восток эллинистический восток но при этом талмуд это еще империя парфи парфианская империя и сосаниды да у нас значит персидской империи ну разных династий при этом когда читаешь талмуд такое чувство что не сильно различается смысле именно в рыночных отношениях и рынки вот одинаково упоминаются по всем там независимо то есть как бы мудрецы не видят большой разницы здесь что в земле израиля они границу пересекают между империями и они не видят существенной разницы между этим то есть рынки одинаково рынки при этом ну опять они по-разному бывают устроены значит при этом то что такое важное место например уверена что вот в талмуде например есть отдельное постановление которое упоминается что рынки на юрусалиме и уборка на рынке на юрусалимском рынке происходит каждый день вот правило то что рынок этот важный например такой замечательная история которую всегда цитирует наполовину и все время забывать вторую совершенно роскошную деталь первая половина что в будущем значит левиатан но левиатан это ежели земное животное то это кит а если не земное то это что-то такое огромное совершенно животное тоже морское и все знают мидра что в грядущем всевышний забьет левиатана и устроит трапезу всем праведникам а вот вторая часть менее известна эта история а остатки то есть хватит на всех праведников будут остатки а остатки будут продавать на рынках юрусалим то есть вот вот это вот деталь о продаже остатка вот этого того что пойдет на стол праведником мира грядущего будут торговать на рынках юрусалимских но вместо отдельной праведности при этом рынке скажем вот важность рынков есть очень такое неожиданная вещь что там в талмуде кто-то задает вопрос где границы города на харде но неважно это город в персидской империи довольно очень довольно серьезный торговый город он там на перекрестке водных путей стоит спрашивает до куда границ ответ граница определяется до тех пор куда достигает кав на гарде вот кав это мера объема рыночная ну как вот пол литра пива да или что там англичане пьют пинту да пинту пива но сегодня пинта пива вот это пом пол литра но когда-то чуть чуть больше где-то пятьсот шестьдесят что ли миллилитров ну вот такие меры так вот кав это приблизительно литр с четвертью такая мера рыночная но каждый город имеет свой свою такую рыночную меру и скажем вот любой рынок при входе на рынке на стене на стене прямо нарисована линия на которой написано что это локоть на каждом рынке при этом учтите на разных рынках локти разные зависит от местности тут же стоят стандартные меры которые являются и любому лавочнику могут прийти и проверить соответствует ли его весовые его гири соответствует ли тем что при входе на рынок у чиновника гири которые стоят соответствует ли гири и соответствует ли мерные сосуды потому что сыпучие тела сыпучие вещи муку каши ну гашета манка бюльбюль кускус агрессим это этот самый называется бобы продавали объемами не на вес а на объем например вот границы крупного города определяются вот куда дотягивается во всех окрестных селениях пользуются теми же рыночными мерами что и в главном городе то есть как бы политические границы города определяются его торговыми границами до куда рынок достигает значит по этому поводу да рынки на крупных если мы говорим о очень крупных городах махоза ну вот из тех которые в междуречии например махоза столичный город кстати какие-нибудь там подобные города на харде а вот сура я называю крупные города ярусалим цепори земли израиля это ярусалим цепори то там еще рынки были разделены регулярно профессиональными или рядами например упоминается что в цепоре было ну там такая несусветная число значит ряды но если верить раше там надо понять где продавались приправы соусы или приправы для горшка вот огромные рынки где специализированная часть вот здесь продаются только приправы для готовки больше ничего здесь не продается если вам что-то нужно другое то вам нужно другое место значит ну я могу там дальше отдельные рынки ну скота это не интересно они всюду отделены но как бы отдельный загон значит ну подобные вещи мясные рынки всегда отделены отдельные ряды мясные ряды обычно не смешивать но на рынках продают еще в те времена ну как и сегодня одежду ткани и все что душе понадобится и есть лавки соответствующие лавки но например есть специальный значит причем с отдельной головой что можно что нельзя лавки ну котлоза у них специальное слово даже есть лавки где продают всякие солености да соленья но там же заодно продают еще всякие жидкие вещи типа масла и вина могут продавать там же значит я не буду сейчас пока рассказывать о некоторой экономической вещи потому что есть я стараюсь сейчас вот сегодня постараюсь избежать сложных всяких экономических понятий типа что такое объявлено установившаяся цена на рынке и насколько она обязательная и тому подобную вещь значит при этом на рынке могут продаваться регулярно вы учитываете следующее что на рынке значит у нас есть крестьяне которые привозят свой товар или ну так как в те времена различить город и деревню не всегда удобно даже и скажем насколько блестящее определение Броделя о том что город отличается от деревни тем что город не выращивает для себя пищу а кормится с того с окружающих мест но я не уверен что в античное время хорошо прилагается это определение по этому поводу регулярно на рынке всевозможные городские жители продают продукты свои плюс значит например вино например отдельное регулярное обсуждение что значит балабайз то есть человек с дома привозят на рынку амфору ну вот слово хавит обычно переводится привычно нам бочкой но бочки тогда деревянных бочек не делали их не умели делать их научились делать сильно позже где-то времена это важная история в истории виноделия важная история деревянная бочка в истории виноделия значит и например вот регулярно владелец значит тот кто сидит на рынке он как бы торговец у него профессия какая профессия торгуй на рынке откуда он берет товар например вот регулярный пример который есть это он берет у владельца домовладельца у частного лица берет бочку вина ну амфор вина ведро кстати иногда слово употребляется и продает по частям дальше длинный закон кому принадлежит этот бочка вина там существенно главные проблемы начинаются с того что если вина испортится кто кому будет платить кто будет нести убыток не буду входить в эти детали интересные но пока не здесь значит насколько важно ну например вот все знают что есть библейский закон который там кстати очень тщательно всегда следить за тем что там исполнялся это наемному работнику паденному работнику имеется ввиду следует вовремя заплатить то есть паденный работник хочет получить плату ну вечером того дня на котором он работает потому что он ну понятно ему кушать хочется значит но при этом например упоминается регулярно что паденные рабочие терпеливо в некоторых обстоятельствах в больших городах ждут рыночного дня потому что прекрасно знают что у того кто их нанял деньги появятся после рыночного дня то есть как бы это то место когда будут деньги поэтому вот это значение рыночного дня оно как бы в те времена намного выше нынешнего и о том насколько важны рынки вот например известное постановление которое называется Энат Гашук постановление рыночное постановление что человек который на рынке купил вещи и о ней выяснилось что она ворованная теоретически хозяин должен имеет право ее забрать у которого украли но есть постановление именно рыночное для удобства жизни что нет хозяин вещи должен ее выкупить а потом выяснять у того кто ее прод то есть как бы мы хотим нормального оборота на рынке значит при этом сразу я хочу заметить что рынки были оформлены очень тщательно намного тщательнее чем можно подумать ну тот кто был в небольших городах на рынках представляется такую площадь вдоль которой установлены лотки за которыми стоят торговцы но например на рынках регулярно есть местечки которые значит как бы симпта переулок переулки там вопли слышны сейчас у меня на улице просто я не слышал а не слышите ну тогда все в порядке значит и были переулки куда торговцы специально они как бы аккуратно место даже чтобы посидеть можно было для того чтобы там быстренько без посторонних ушей обсудить какие-то проблемы которые есть то есть как бы они очень аккуратно оформлены все эти вещи были да при этом я сразу хочу заметить что я старательно говорю о постоянно действующих рынках вот те рынки о которых я в данный момент говорю это вот либо каждый день если мы говорим о большом городе либо там по установленным дням шинивых и мишей то есть понедельник четверг такие рынки значит это нормально есть база есть ярмарки и опять тот кто знаком с историей даже девятнадцатого века до девятнадцатого века ярмарки новгородская вещи типа новгородская ярмарка лейтсокская ярмарка но можно долго перечислять города где проходят значимые мероприятия ярмарочного типа где заключаются сделки многомиллионные уже но это не совсем то о чем я сейчас рассказываю такие ярмарки тоже проводятся и это отдельная история о том как проходят вот эти огромные ярмарки они тоже были в те времена я в данный момент упорно говорю не более чем о именно рынках в том смысле что рынок это место где торгуют всем необходимы для жизни значит значит теперь рынок это значит улица вдоль нее стоят то что называются хануё ханут хануёт ханут это магазин сегодня все знают ханут магазин слово в множественном числе хануёт есть один раз в писании в книге пророка Ирмиягу достоинство этого слова в писании то что никто не знает что оно означает это слово вот слова ханут там нет вообще есть хануёт и что это такое в книге пророка Ирмиягу где оно упомянуто в 37 главе замечательно то что переводчики древние переводчики на греческий слово не опознавали вообще и просто переписывали греческими буквами слово хануёт латинские переводчики вроде бы считали возможным перевести как магазин вроде бы но насколько они правы туда в контекст слова магазин не влезает от слова вообще но это не от слова ханаяслиха нет нет это место где я был в заключении Ирмиягу я не исключаю что по моему Мазар пишет о том что он считает что это название некоторого района некоторого дома специфического в Иерусалиме такого общественного здания это гадание я не люблю такие гадания пока нет уверенных доказательств все это довольно ну не люблю гадания по воде я на самом деле сторонник к примечанию что означает слово гадательное из контекста ничего определить не может даже контекст не помогает поэтому по поводу слова ханут просто надо сказать что слово ханут оно мишнаитское оно вот нету слова ханут вот то единственное упоминание это точно не магазин по моим по моим представлениям об этом месте по этому поводу слово ханут оно как бы мишнаитское то есть тонудическое но оно благополучно доживает до нашего времени именно в этом значении лавка прилавок магазин значит значит теперь этих лавок вот совершенно не обязательно что все эти лавки были на рынке они могли быть и не там значит опять я не уверен что я хочу входить в подробности о том как устроены лавки они выходят на главную площадь они выходят в общественное владение и значит давайте простую вещь вот представьте что есть лавки которые идут вдоль улицы я про древние времена замечу я говорю о временах вот уже в Мишне это так а Мишна отражает еще более старую реальность значит вот есть лавки то есть некоторое помещение окно от которого окно открывается наружу через которое продают либо дверь через которую люди входят внутрь и покупают внутри помещения оно могло выходить в общественное место как сегодняшние магазины и несчастны те магазины которые двери которых не выходят на улицу и о наличии которых нужно знать я знаю несколько таких магазинов называются Ханут Бахацер магазин во дворе вы учтите что скажем старая восточная постройка это двора квадратом и в него выходят куча квартир вот это двор в Иерусалиме таким способом построен Нахалаот район тот который за рынком можете за рынком Ханайегуда можете зайти внутрь и посмотреть как это устроено там но там роскошно все это сделано очень просторно также построены дворы в Меа-Ша-Рим только смотреть надо если идти от центра по левую руку там такие дворы есть значит по этому поводу например Талмуд регулярно обсуждает можно ли открыть лавку во дворе представьте себе что у нас вот такой двор как вот в регионе Нахалаот Иерусалимска ну вот большой двор и кто-то открыл лавку прямо то и торгует так вот Талмуд более-менее уверенно говорит что все любой житель этого двора может сказать что мне мешают ходящие туда обратно люди и запретить это мероприятие просто значит но на самом деле мы понимаем что такие такие лавки делались таким способом и тут уже отношения с соседями насколько вы не мешаете насколько смотрите понятно что одно дело такая лавка куда приходят уважаемые покупатели покупать шелк а другое дело пивное вино в разлив в такой двор совершенно разные мероприятия значит теоретически любой житель двора может запретить такое значит такое мероприятие дальше вот я я на самом деле старательно иду именно под описание того как это делается при этом даже на рынке лавки делятся как бы на два класса одна называется один класс называется ситон ну в современном говорите ситонаут торговля оптом а второе частное более частное мероприятие когда я продаю значит идея выглядит так значит некоторые лавки продают товар оптом мелким продавцам которые уже продают непосредственно покупателям еще раз я описываю античное время я эти лавки вот их они исчезают на глазах потому что еще в конце прошлого века этих лавок было довольно много по рынку и ты мог идти по рынку и заглянуть в лавку в надежде вроде цены очень симпатичные на что тебе сообщали что мы меньше чем пять ящиков товара просто не продаем поэтому успокойся и иди дальше это было в городе и если ну я могу вам сейчас назвать магазины которые были просто зрительно помню где такие магазины находились значит сегодня таких магазинов по крайней мере я говорю о Ярусалиме почти не осталось есть еще несколько но их мало и они скорее посредническая контора такая дело в том что сегодня при наличии транспорта и построенных вне города больших складах где очень удобно это сделать таким способом в городах таких лавок не осталось практически оптовых лавок я в Ярусалиме такие лавки застал и довольно много этих оптовых лавок но они постепенно где-то к 21 веку практически все начали закрываться весьма активно их осталось очень мало оптовых лавок и скажем вот в Малой Одумим я ни одной не знаю то есть сегодня это устраивает несколько иначе я не буду рассказывать как сегодня устроены такие вещи но когда-то это было очень важным таким мероприятием и например регулярно установка цен контроль цен на базаре она определялась по установленной оптовой рыночной цене вот замечу оптовые не мелких продавцов они были как бы производная вещь а что они имели право там добавить к оптовой цене столько-то и столько-то пятую часть плюс стоимость продавца плюс стоимость плюс накладные расходы вот я грубо вам говорю что формула выглядит так то есть если у оптового продавца я купил значит за 10 шекелей то я с самого начала имею право ставить цену 12 будучи продавая уже непосредственно клиентом плюс добавить к этим 12 все-таки лавка что-то стоит мои труды что-то стоят мое время что-то стоит содержание лавки что-то стоит отдельно добавим копеечку на то что я улыбаюсь а не матом посылаю всех покупателей то есть ну вот где-то такие формы значит это все было весьма активно при этом понятно что все это было устроено экономически вот читаешь гемару и просто поражаешься вроде бы древний мир ожидаешь что-нибудь простое ясное приходит лавочник дает тысячу забирает на тысячу там товара и потихоньку распродает ничего подобного все это устроено совершенно по-другому обычно приходит лавочник иногда на слово иногда под залог получает товар продает по мере распродажи он расплачивается с оптовым продавцом нормально выглядит это вот так и замечу еще раз мы говорим об устройстве рынок самая поздняя полуторатысячелетней давности на самом деле и две тысячи лет назад было именно вот так то есть как бы ну вот приезжает этот самый хозяин магазина приходит к торговцу что-то покупает договариваются когда заплатят и отправляется забирает товар и идет там торговать значит особо приятно почитать например сетон да при этом вы не удивляетесь что и тогда на рынках в общем рыночные термины основные греческие вообще-то сетон это пшеница и так называется оптовый торговец пшеницы вообще-то исходно у греков но вы врите оно превратилось в оптовую торговлю вообще там длинный разговор там что в греческом с этим словом происходило но достаточно понимать что это большие закупки пшеницы теперь есть пратор еще одна такая фантастическая вещь которую для меня например это неожиданно потому что я более привык к таким французского типа лавка пратор это пекарь вообще-то но когда говорят уже слово пратор когда переходят с нахтом ну с кучей слов значит то выясняется следующее что есть большие пекарни малые пекарни и продавцы хлеба и это разная специальность это разная совершенно специальность например а пратор это такой оптовый посредник он скупает ему продает хлеб крупные пекари или мелкие пекари и он перераспределяет эту продажу по рынку после этого становится оптовиком на испеченный хлеб вот замечу я естественно мне хотел я себе представлял но так как я видел сейчас по-моему осталось еще несколько пекарин на рынке одна и то работает три дня в неделю уже только или два дня в неделю одна вот еще одна по-моему две лавки пекарни осталось на рынке может быть три а было здесь где на месте пекли и на месте продавали то есть понятно что я пеку я продаю как французская булочная нормальная французская булочная что испек то продал но выясняется следующее что уже в те времена это вот было вот это регулярно хлеб хотели иметь обычные лавочники по самой простой причине дело в том что куча лавок специализировались на том что ты можешь у меня купить все что необходимо еду необходимую для дома то есть обычно лавка на углу вот то что опять исчезло где-то но опять в начале 21 века начало исчезать уже было видно как плохо живут вот эти мелкие лавки которые процветали я еще помню период их процветания полного где там очереди вечные в этой лавке мелкой что все окрестные жители туда бегут где продают на запись все это было все это ну где-то с начала 21 века стало исчезать сегодня в большинстве больших городов практически исчезло их вытеснили супермаркеты и автомобили которые есть ну у многих но вот что такие хлебные мероприятия серьезные были значит это неожиданно и пратор считался оптовым торговля оптовым торговля оптовым торговцем для этого при этом естественно были лавки которые вот теперь вот когда я сказал мелкие булочные они различаются в галахе различается лавка которая торгует продуктами собственного производства от ханут который ну вот этот посредник между конечным покупателем и оптовиками естественно были магазины где там продаются иголки и их здесь же кует кузнец да магазины отдельные кожников шорников длинный разговор нет понятно что кожник который я говорю это шорник кожу выделывать в городской черте было просто запрещено во всех городах известного мне древнего мира кожевников просто рядом с городом запрещали селить то есть у них были отдельные пригород всегда ну тот кто знает там жить просто нельзя опять не вхожу в историю о том как устроены отношения опять не надо думать что рыночный торговец регулярно хозяин магазина это неправда это сложнее я не буду сейчас пока объяснять как выглядит бизнес потому что регулярно у одного есть деньги а у другого умение и умение торговать это все-таки тоже ремесло и довольно серьезное сразу оговорюсь что например чистое там по еврейским законам чистая сделка я тебе капитал а ты на него будешь торговать прибыль поровну так делать просто нельзя просто запрещено тот кто дает капитал должен купить также услуги того кто будет вести бизнес он должен оплатить эти услуги отдельной статьей я не буду сейчас рассказывать как это устроено просто потому что сложно и я не уверен что это столь нужно значит в Талмуде вот совершенно уверенно упоминаются без всяких как очевидное продавец пекарня где я пеку и тут же продаю ну вот это вот булочная французская булочная но для русского уха она хорошая булочная всегда французская маленькая если она маленькая значит картинщиков хотя на месте заниматься ремеслом красивое ремесло тоже внутри города запрещено но магазины у них были но они скорее продавали результаты своих трудов а красильщик это тот кто продают не крашеную ткань крашеную ткань ткань красить научились довольно поздно а крашеную шерсть они естественно продают ну в смысле нить извините нет вначале красят потом делают нить в большинстве случаев именно в таком порядке значит деревянных всяких дел магазины отдельные были значит но удивительно что были уже тогда были отдельные магазины стекольщиков но имеется ввиду естественно не те кто вставляет окна в смысле стекло в окна рано нет я не говорю что такого никогда не было было но я не буду вам рассказывать историю стекла только поверьте мне вы бы не захотели жить в доме где стекла такие ну просто стекла делали еще плохо ну значит и к тому же это еще сколько стоит тот кто хочет разориться я просто цитирую тот кто хочет разориться пусть покупает белое стекло ну и так дальше вот белое стекло это вот это это вот такое прозрачное белое самое распространенное сегодня вот его делать умели очень плохо и скажем найденное блюдо ну периоды баркок вообще-то белого стекла безукоризненном состоянии то есть без трещин это все понимают что это что-то безумной цены вещь но магазины стекольные были стекло которое продают в Ярусалиме в старом городе под названием древнее стекло это венецианское стекло боюсь что половина еще технологии Мурана это венецианское даже стекло то есть это позже немножечко но стекла были еще раз и были лавки но опять стеклянные всякие вещи просто очень дорого в те времена значит что еще было значит по этому поводу у нас как бы есть в результате мы говорим следующее у нас есть магазин который ну вот типа лавки на углу да маколот то что называется но это но вот маколот это это роскошь по самом деле потому что как бы есть два типа магазина магазины где только еда такая повседневная без изысков и магазины где продается все включая ну бакалею и товары которые должны додуман ну вот веники да вот есть и то и другое чуть-чуть ниже о том как они торгуют с покупателями это чуть-чуть ниже самый приятный бизнес проравки проравки которые есть это значит очень очень много лавок где вино на как это называется для выпиятия выпияния на месте как это по-русски сказать ну рюмочная да ну рюмочная давайте так скажем в иерусалиме я застал два таких магазина где продавец продавал бутылками вина но как бы не имея никакого разрешения на это при этом мог и стакан налить хотя это требует вообще-то лицензии этой деятельности ну да в Тель-Авиве я знавал пару таких магазинов последний раз когда я видел такой магазин там лужайка была напротив так телами покрытая гостарбайтеров которые после работы пришли выпить вина своей страны при этом хочу заметить что в этой лавке продавалось вино их страны продавец молодец он ну если вам интересно то вино было румынским да в Израиле я не видел румынского вина в магазинах может быть и есть просто я не обращал внимания значит такие магазины было довольно много причем называются они кстати совершенно замечательно Савоя только вот я не думаю что Савойская династия итальянская Савойская династия и провинции ныне французской вообще-то итальянская должна быть Савоя это ничего вообще-то это место где напиваются если вам интересно значит место где напиваются называется Масубита вот когда вы читаете в пасхальную году что пьют Масубин то там некоторая шутка все это старательно переводят и я кстати тоже я считаю опершись возлежа на самом деле правильно но Масубита это дело в том что в арамейском этот глагол это еще напиваться поэтому это место где как раз напиваются причем значит там длинные длинные истории про еврейские лавки не еврейские такие лавки были значит при этом по улице например вот в те времена уже это было то что на рынке там стоят и кричат кто там не купит у меня моих замечательных я не знаю редисок тот сам редиска ну я сами придумайте что кричат зазывало на рынке но вот например вот эти Масубиты ремочные рассылали по улицам таких зазывал сообщая что там-то там-то продается вино можно прийти тебе нальют ну за деньги естественно причем местечки такие есть сочнейший рассказ с таким естественно мужа который который развелся с женой жена пошла вышла замуж за вот этого владельца Масубита за владельца ремочной и бывший муж ничего лучше не придумал что из-за дней ходил в это замечательное место и напивался да а жена бывшая его просто была в диком раздражении и все время пыталась его проклятие донести чтобы он прекратил сюда ходить но у него ничего не получалось по причине того что тот внимательно следил чтобы пить нечетное число рюмок а потому что а вот если человек следит за тем чтобы пить нечетное число рюмок то он значит на его не проклясть ну да я не буду сейчас рассказывать всю эту историю про тетку синькев там сочнейшая эта самая история в общем как-то в районе 16 рюмки я рассказываю как она записана эта история в районе 16 рюмки бывший муж сбился со счета и жена таки его прокляла и вышел он на улицу и ну после 16 рюмочек больше 16 он шел то самое по дороге он встретил араба который на него посмотрел и сказал ты уже труд то есть он видит на нем проклятие лежит значит мужик подошел от плохости к пальме обнял ее и пальма от контакта с таким злобным проклятием заорала нечеловеческим голосом заорала и лопнула конец истории но вот смотрите вот эта история про меня-то в этой истории конечно кроме ее сочности и того что мужики козлы были во все времена потому что это же надо додуматься ходить в лавку к бывшей жене и там напиваться каждый день это кем же надо быть да ну а вот 16 рюмочек ежевечерние это и так сильно это да но вот такого рода мероприятия были были так 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 заведения были причем я еще приличное описываю потому что Месубета это приличное место а вот неприличное например место как-то я всегда считал что те кто сидят корона те кто сидят по углам это значит ну такие городские бездельники ну есть такая порода людей в восточных городах городской бездельник отдельная тема что это такое но такое есть но пока не обнаружил потрясающее совершенно обсуждение по поводу вина которое подают в этих заведениях которые являются Йошвей Кранот которые Кранота называются значит и там вдруг неожиданно следует что там по-разному про это пишут но дело в том что там как бы это места где люди сидят за вином раши пишут обсуждают дела но какие они там дела обсуждают ежели прямо написано что Раф Ягуда считал и кстати куча галахи постанавливается именно так что вино которое подается в этих заведениях браха на вино говорить запрещено нужно говорить что какой потому что то безобразие которое там подают это уже благородное имя вина потеряла то есть полная бормотыха значит и значит и там это то есть это не вот эти симпатичные городские бездельники а уже ну так и опущенные места где люди вот уже полные алкаши и для красоты например человек приходит в таком роде заведение к нему подходит женщина и говорит налей мне рюмочку женщине значит к клиенту тот значит смотрит на нее показывает ей рюмочку и говорит за эту рюмочку выйдешь за меня замуж на что так говорит наливай значит дальше вся голоха наливай не означает я согласен то бишь ну всерьез к таким вещам относиться невозможно но то что понятно что речь идет о весьма опущенных людях сочные истории например я не знаю ну вот где-то пытаюсь рассказать насколько это было вполне недалеко от современности например чудесный разговор рабе Элизару да который спрашивает сыщика сыщик у него должность да при этом речь идет про рабе Элизара не из земли Израиля а из уже в Персии потому что должность у него пархагана гуна такое яркое персидское слово значит он сыщик который должен ловить воров и говорит ну и как же ты находишь воров как ты узнаешь что человек вор говорит ну тоже мне говорит проблема прихожу я в эту самую рюмочную и смотрю да прихожу я туда часов в 4 ну тогдашнего времени 4 тогдашнего времени это часов 10 так дня утра 10 ну да ну да 10 в 11 приблизительно если мы летом говорим что летом значит прихожу я в магазин вот такой в рюмочную и смотрю кто тут сидит над рюмкой водки и дремлет если говорит это Талмид Хахам то понятно он ночью учился если это какой-нибудь рабочий человек то понятно он после ночной смены тут пьянствует значит если ну и так далее но если мы видим человека без профессии который в это время пьянствует в общем смело можешь брать это в угол то есть понятно что речь идет о вполне злачных местах значит теперь дальше давайте вот чтобы продолжать вот вот как устроена такая торговля довольно ну вот мне кажется что просто такие вещи надо представлять значит торговля обычно лавки это помещение куда входит все покупают но может быть наоборот например покупают продают из окна кстати когда продают из окна например пекари когда продают из окна это уже дешево и как и сегодня регулярно где-то к концу дня когда пекарь остается выпечка он ее пытается выставить там вот на уличный стол и продать всем прохожим задешево потому что ну понятно что завтра это продавать уже будет невозможно значит точно так же иногда наоборот вот эти вот выставленные столы это чисто рекламные мероприятия да и учитывайте что рекламные мероприятия ничего нового в этом нет например совершенно рово совершенно откровенно пишет что ежели снимают помещение под магазин то в стоимость помещения покупатель закладывает то что он его украсит и сделает привлекательным то есть то что продавец или сдающий должен погибать что стены не останутся гладкими белыми синими что их разукрасят потому что продавать нужно красиво точно так же например перед праздником юрусалимский рынок обязательно украшался и цветами и прочими и я вас уверяю кстати это тоже самое верно когда устраивают яморки которые я сказал вот это скорее ежегодное мероприятие некоторое но это во всех городах делось замечу еще раз я говорю о 2000 лет назад место где торгуют должно быть красивым и это и вещи которые торгуют и например вот давайте классику обсуждение значит есть постановление которое запрещает делать печатный хлеб на песах почему потому что пока женщина украсит лепешку рисунком пройдет время тесто может закваситься по этому поводу кто-то из пекарей пекарей говорит что что сказал Тодорос слушайте у меня есть печать я не не вот просто понятно как печатные премии все представляют как это делается нет это не так просто как кажется потому что вы считаете что тесто печать большая тесто тоже чем больше поверхности тем больше давление длинно а ежели тесто оно мало-мальски крутое то у вас просто сил не хватит на это мероприятие но он говорит ну мне-то можно у меня печать есть я печатаю все буду делать отвечает ему что мы не можем сделать постановление всем нельзя Тодоросу можно так не 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 работает но при этом в будние дни вот это украшение хлеба украшение вещей например отдельное постановление которое запрещает украшать рабов и животных при продаже при этом тут надо читать примечания средневековых авторов которые говорят про украшение животных сделать животное чтобы выглядело толще например в мире пишут они животного поют водой со трубями чтобы оно выглядело полнее там ну отдельные разговоры о мошенничестве при продаже животных но то же самое значит вот прямой запрет но вот эти значит при этом говорится так что нельзя украшать старые вещи что имеется ввиду новые корзинки ты можешь украшать как угодно ты можешь новую корзинку сделать любого цвета ежели вы умеете красить прутья и делать цветные красивые корзинки и читали рассказ Грина на эту тему Александра то почему нет никто вам не запретит а вот запрещено старые ветхие корзинки пытаться украсить рисуночками чтобы их загнать как новые это отдельное постановление но опять где рынок там мошенничество надо понимать например такое прекрасное обсуждение когда вы видите двух ослятников но ослятники это перевозка товаров на относительно небольшие расстояния ну день пути ну день два верблюда на большие расстояния и вот два ослятника один честно говорит что у меня мое зерно которое на моем осле но ослятники они вот этим промышляют скупают где-то товар привозят и продают в городе в городе тоже закупают что-то что нужно для деревни везут рухалим коробейники только с ослами где у них короб намного больше чем у коробейника хотя у коробейника обычный телег есть да ну а следим вот один говорит у меня недостаточно еще вот у него лучше и вы наивный человек думаете что вот видишь честный у того лучше он сам вот не хочет тебя обманывать ну там еще какие-то галактические подробности идете к тому так вот уверенное заявление не верим когда он такое говорит не верим почему они взговори почему раша говорит человек приходит на рынок чтобы продать товар ежели он плохо говорит о своем товаре значит дело нечисто значит кто-то что-то пытается надурить значит значит причем значит я не буду что стандарт вот теперь дальше начинается следующее что вообще в отличие от нынешнего времени значит не в отличие значит в те времена к праздникам цены на товары повышались приблизительно на четверть на праздничный товар сразу еда вино пряности все прочие цены повышались автоматически это сегодня регулярно цены понижаются потому что перепроизводства называется тогда слабо знали эту проблему перепроизводства сейчас знают хорошо в те времена цены на праздники повышались но скажем точно так же количество людей которые пытались привлечь клиентов неправоверным снижением цен то есть демпфинговая торговля она кстати не запрещена как-то ни странно и привлечением детишек раздачи ну не леденцов леденцов тогда еще не было и сладости тогда ну сахаром были проблемы совершенно и да в Талмуде упоминается и в древних частях кстати упоминается сахарный тростник но а стоимость его благоразумно предточнает умолчат и это не местное производство цены зашкаливают а вот раздача там орешков деткам чтобы ходили ко мне это нормально значит то что я прошлый раз пытался объяснить на самом деле в лавке которая вот уличная квартальная да скажем так где-то одним из основных инструментов лавочников по привлечению клиентов была продажа с отложенным платежом на запись называется это был основной способ один из важнейших способов привлечения клиентов причем настолько что что дайте я посмотрю может быть может быть не нужно отложить вот эти все рассрочки отложить на следующий раз говорить именно вот об этой стороне давайте я тогда расскажу только еще пару анекдотов но таких и стал мудр естественно анекдот вот в этих лавках винных сегодня много про винные лавки но уж очень сочная тема там регулярно упоминаются что на потеху публики выступали скоморохи это неправильно сказать но количество значит там вот такое значит да там нанимали иногда ну типа скоморохов ну понимаете что скоморохи это русское слово другое явление но танцевали танцоры жонглеры такое народное веселение короче говоря товарищ шариков бытность его куплетистом в ресторане вот это вот причем они столько раз упоминаются вот это мероприятие что ты понимаешь что это где-то такое стандарт нет причем в лавках поплоше регулярно приходили люди самого низкого пошиба которые пытались с танцами с скачками и прочими удовольствиями уговорить пьющих налить но то что среди них были профессиональные это самое у нас есть очень любопытный какой-то момент в трактате Баба Кама когда обсуждается бюллетень когда тот кто нанес травму ближнему должен оплатить ему время когда он не может выйти на работу там значит упоминается следующее что если кто-то кому-то нанес травму головой такую что ему для того чтобы лечить рано пришлось обрить голову а тот кому с кем это случилось был тем самым скоморохом в пивной вот я нашел слово только пивной в России это пиво там где продают я говорю продавим обычный значит в пивной и он не может в таком виде выступать потому что он некрасивый и у него потерял сценический вид то вот то это надо считать бюллетенем дни когда он не может работать вот тот кто нанес ему значит это такая стандартная шутка когда актер произносит не бейте меня по лицу я им работаю актер не может с фингалом подглаза выйти на сцену но вот такие вещи они просто показывают насколько все это современно да некоторые основные вещи которые ради чего я все это рассказываю это запись которая вот продажа давайте я некоторую часть здесь значит продажа на запись она настолько важна что например вот в Талмуде внешне в трактате надарим есть правило о том что муж имеет право отменять обеты жены в нескольких случаях я не буду сейчас подробно описывать но в любом случае если обет касается его в каком-то смысле то он имеет право просто сказать что он против и отменить обет так вот среди всего прочего говорится так что если женщина сказала что она дает обет что она не будет есть товар из этой лавки то вообще муж не имеет права ей запретить такие обеты пусть покупает другой лавки тоже не проблема но там же идет потрясающая оговорка но если это та лавка где муж покупает на запись то он имеет право сходу отменить этот обет потому что это его касается в особости он в некотором смысле зависит причем эта зависимость это вот эти отношения веселые с записью они имели характер совершенно огромный намного больше даже чем я вот описывал в Иерусалиме они имели куда больше объем например хозяин мог расплатиться с наемным работником выдав ему бумажку лучи товара на такую-то сумму в моей лавке у продавца вот та самая лавка которая на записи на том какие это имеет объемы я могу сказать что например вот есть мешна о прекращении аренды у людей заключен длинный срок аренды помещения без указания когда он прекращается таких аренд было очень много и вот скажем ну я не говорю про земельные аренды сельскохозяйственные где там в Талмуде упоминается аренда здесь на эту земля она передается аренда по наследству уже там пять поколений в Англии такие вещи были ну опять до длинной истории это длинные длинные истории но вот такие длинные аренды значит вопрос ставится как прекратить эту аренду вот хозяину почему-то это жилье это помещение понадобилось для какой-то цели значит за сколько времени он должен объявить о том что он хочет прекратить эту аренду значит я не буду там частные лица в сезон значит ну как и в наше время в наше время бы сказали что вне летний сезон предупредить должен за месяц до начала до первого сентября потому что обычно снять после первого сентября жилье очень трудно уже понятно потому что все сдано первого сентября утрясаются люди утрясаются где кто будет жить где кто будет работать значит в Талмуде предупреждение должно быть в городе обычно за месяц до сукот то есть в районе первого сентября то есть в районе августа скорее значит но дальше следует потрясающая вещь что лавки пекарей и красильщиков за три года то есть предупреждение о прекращении аренды должно быть за три года а простого лавочника вот этого который на улице квартальная лавка должно быть за год почему отвечаю потому что лавочнику надо собрать деньги вот эти которые он по записи делал вот это прекращение торговли в лавке и закрытие счетов со всеми клиентами это длинное мероприятие оно на одной ноге не делается оно делается очень длинно и сложно и Талмуд например на закрытие всех счетов кто должен лавочнику отмудится год вот за меньшее время считается вот это мероприятие кончить нельзя это просто о том о каких объемах идет речь кстати вы долго будете смеяться что лавки пекарей красильщиков тоже связаны с серьезными именно вот этими отложенными платежами кроме того что и тому и другому сложно подобрать помещение им нужна вода ну место доставки то есть не любое место не может лавка пекаря переехать в первый попавшийся дом естественно но еще там особенно красильщиков очень длинные сложные мероприятия по закрытию дела это огромные рассрочки огромное количество должников кому он должен кто ему должен закрыть такие лавки за срок меньше чем три года невозможно вот то есть это какие-то объемы тогдашние именно рассрочек платежей были ну в наше время мы даже не представляем эти объемы то есть представляем они сегодня просто оформляются через банки тогда это оформлялось без посредников регулярно вот ну вот так давайте вот повседневная жизнь именно торговая повседневная жизнь на уровне рынка и города потому что я не говорил сегодня о международных торговлях это отдельная тема междугородняя международная торговля это отдельное обсуждение отдельный рассказ когда понадобится я его сделаю ну вот где-то так на этом я хочу сегодня и кончить окей спасибо у меня маленький вопрос скажи пожалуйста а вот известно ли была какая-то дискриминация евреев в области вот этой рыночной торговли либо это была область в которой евреи могли совершенно спокойно работать вот смотрите обычно никаких проблем с этим не было проблема была чуть-чуть позже и она начнется чуть-чуть позже это именно в Европе это цеховые всякие дела потому что на востоке человек как бы который купил лавку или там снял лавку нет проблемы масонг и этого достаточно другой разговор естественно были некоторые цеха например были там отдельные это не цеха но я цеху употребляю слово это как бы это сказать анахронизм некоторые потому что цех это чисто европейское явление но объединение гильдии да например гильдия были профсоюзы вот в данном случае лучше слово профсоюз как это ни странно но гильдия давайте гильдия вот я упоминал сегодня хамарын да ослятников вот у них была своя гильдия они следили за ценами и например сбивать цену так просто без риска получить крепко по морде было невозможно но с другой стороны например эта же гильдия гарантированно что в случае утери кормильца то бишь осла они скинутся и выдадут другого то есть это было вот такие вещи были и так подобная гильдия была у чисельщиков шерсти это я знаю просто подобное но это ближе к профсоюзным объединениям вот таким не цехам по этому поводу скажем в античном мире я не знаю то есть теоретически есть профессии где требуется удостоверение там уровневое но это уровневое удостоверение это степень ответственности например шульханы меняла высшие категории если он ошибся в определении стоимости монеты то это считается форс-мажор и он не обязан платить за свою ошибку обратите внимание на порядок именно очень современный потому что точно так же врач высокой категории если он ошибся то в большинстве стран мира это считается форс-мажор это не злостный расшланутый не злостная халатность а это это уже форс-мажор если человек такой категории ошибся а при этом например меняла низшие категории который сам вынес решение сам вынес суждение он несет ответственность за свое суждение были категорийные вещи но если человек на свой страх и риск кстати в современных законах есть подобные вещи например то же самое если электрик с лицензией сделает ошибку в доме и неправильно разведет электричество то он не будет нести уголовную по крайней мере ответственность потому что у него есть лицензия на эту ошибку грубо говоря это лицензия на ошибку да такие вещи были в античном мире вот я привожу пример с менялой как раз он очень характерен но опять это но если человек на свой страх и риск готов сесть менялой то кто ему запретит называть например например есть один очень любопытный спор но он он не прямой спор он в разных частях талмуда вот человек посреди площади где это разрешено поставил лавку и продает ну скажем цветы может ли рядом с ним прийти кто-то поставить стол и стать тоже продавать цветы ответ может вообще-то теоретически потому что и аргумент Алуда ты это место не купи ты всю площадь не купи а в другом месте говорится что это нельзя потому что это массив вульхаверон значит передвигает межуближнего своего но это длинное обсуждение такие вещи были но преследования были значит были города в Эрес-Асраэль были проблемы в городах поймите простую вещь в немногих городах евреи были гражданами вот эта проблема в Эрес-Асраэль перед восстанием великим восстанием кстати эта проблема была и перед восстанием Баркох в этой проблеме была евреи в очень малом числе городов были гражданами это означает что мэрия выборные должности демократия в городе могла преследовать налогами то есть были возможности а антисемитизм в городах тогда греческое население к евреям было очень серьезным если кто-то думает что это было по-другому то он ошибается эти проблемы были и кому интересно то есть вспомните у кого есть по этому поводу работа есть несколько работ по поводу вот этого антисемитизма в городах Палестины перед великим восстанием есть несколько работ и местная мэрия имела возможность испортить жизнь но теоретически все были равноправны чистой теории ну да окей ну хорошо если больше вопросов нет мы на этом можем закончить хорошо будет так окей спасибо большое очень интересно ладно всем всего доброго всем счастливо пока 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 пока